Преодолеть огромную лужу в районе Камской удалось не всем. Двигаясь по улице Камской, водители автомобилей попадали в огромную пробку как с одной, так и с другой стороны. Причина – образовавшееся здесь озеро, которое преодолеть удавалось не всем. Водитель микрогрузовика двигался со стороны кольца таксопарка в сторону Молодежной. Увидев перед собой достаточно внушительное водное препятствие, водитель на секунду замешкался, но все же двинулся вперед. Тем более, что перед его микрогрузовиком шел точно такой же. Ну, как получилось? Ехать надо, работать. Я на работе. Впереди грузовик шел, я за ним следом поехал. Он, грузовик, впереди идущий проехал, а я заглох. Пришлось людей просить, чтобы вытащили. Сейчас машину не проверяли? Заводится, не заводится? Нет, надо фильтр. Фильтр мокрый же, усмерть. Фильтр сниму, буду проверять. Вы насчет гидроудара? Не знаю. Пока не знаю. В итоге микрогрузовик глохнет прямо посреди лужи. Ничего не остается, кроме как снять одежду и идти выручать свой автомобиль. Найти того, кто сможет вытащить, что называется, бегемота из болота, было не так уж и легко. Маленькие машинки для этой роли не подходили, большие проносились мимоходом. В итоге водитель микрогрузовика в таком легком летнем одеянии минут 10 пытался найти своего спасителя. Но мир не без добрых людей и в конце концов попавший в неприятность автомобиль вытащили с обратом. На улице Камской продолжается разгул стихии. В некоторых местах вода достигает отметки, как минимум, колена. Ну и водители это не смущают. Они пытаются преодолеть водное препятствие с особенным размахом. Больше всего радует, конечно, водители автобусов и больших автомобилей. Этот водный аттракцион продолжался еще несколько часов. Когда дождь, наконец, закончился, вода стала понемногу уходить. Как стало известно, в этот день на данном участке дороги хапнули горе еще несколько автомобилей.